МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, мы продолжаем эфир РБК. Проект-обозреватель рядом со мной. Бизнес-тренер-основатель бизнес-школы Белгороков Скул. Александр Белгороков, собственно, здравствуйте. Рад вас снова приветствовать в Уфе. Александр, вы выступали на конференции от медиахолдинга РБК «Недвижимость тренда 2019». И от вас услышал такую вещь, что не нужно думать о покупателях нынешних так много. Нужно думать о тех, кто уже покупал жилье, что они могут рекомендовать для других. Расскажите подробнее, откуда такой тезис выработали и почему, собственно, сложилось такое. Ну, не то чтобы совсем не нужно думать о новых клиентах, да, но парадокс в том, что мы не фокусируемся на старых. Есть такое понятие в бизнесе, как воспроизводимость покупки. Например, когда человек покупает колбасу, он покупает ее часто, да, хлеб покупает часто. И очень часто людям на рынке недвижимости, которые девелоперы, застройщики, риэлторы, кажется, что человек покупает квартиру только один раз в жизни, соответственно, можно его поматросить и бросить. Вот он купил и на нем забываем. И, с моей точки зрения, эта стратегия в корне неверная по той простой причине, что если вы купили квартиру, то в вашем окружении есть родственники, друзья, знакомые, коллеги по работе, которым вы можете рекомендовать меня как девелопера, как застройщика и так далее, и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, если вы, как клиент, совершили покупку, то все только начинается. Я должен зафиксировать вашу лояльность. Я должен убедиться в том, что вам все понравилось. Я должен пригласить вас, рекомендовать мою компанию за некое вознаграждение или просто из доброго человеческого порыва. Как работать с клиентами, которые уже купили у тебя квартиру? Работать очень просто. Есть такой модный английский три буквы, которые называются NPS. Но по-русски это уровень удовлетворенности клиента. Первое, что нужно сделать, когда мы зафиксировали сделку, когда дали ключи человеку от квартиры, то есть просто его прозвонить. Задать им очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, по 10-бальной шкале, где 10 наивысший балл, какую оценку вы ставите в взаимодействии с нашей риэлторской компанией? И, например, он говорит 8. И мы говорим, большое спасибо за столь высокую оценку. А если 3? А если 3, он в группе риска. Вообще, на самом деле, есть три категории людей. Первые, которые ставят 0-5, это так называемые антиамбассадоры. Это люди, которые будут распространять негативную информацию про нас. Задача по отношению к ним, это а, купировать распространение негативной информации и протестировать на акцию. Ну, то есть, например, скажите, а если бы вам рассказали, что есть возможность кому-то из ваших близких купить квартиру без первого взноса? Это бы вас заинтересовало? Да? Если он говорит, что нет никогда ни при каких обстоятельствах, то просто извиняемся и отправляем клиента. Если он говорит, что да, интересно, то пытаемся заслужить его лояльность. Вторые, их называют нейтралы. Это те, которые ставят 6 или 7. Ну, соответственно, задача узнать, что им нравится, что им не нравится, и в каком случае они готовы нас рекомендовать. И вот 8, 9 или 10 их называют посланники бренда, или даже громко амбассадоры, или там евангелисты нашей компании. И вот задача по отношению к ним сделать так, чтобы они приводили новых и новых и новых клиентов. Да, если говорить о рекламе именно рынка недвижимости, в Башкортостане он увеличился практически наполовину, на 40%. Вот специалисты Яндекса приводили цифры, но в то же время застройка снижается 13, 15, 18% на данный момент. Чем вы это объясняете? Тем, что люди понимают, что квартиры перестают брать, и их нужно агрессивнее, как говорят у нас, продвигать, форсить. Вот с чем вы это связываете? Ну вообще на рынке недвижимости очень долгое время было сначала дно, потом то, что называется стагнация. Ну то есть когда, по сути дела, сделки происходят только на уровне маткапитала, только на уровне военных сертификатов, и только на уровне ипотек. Ну то есть денег нет. И мы должны отдавать себе отчет, что в течение долгого времени скопилось то, что называется отложенный спрос. Ну то есть люди копили-копили какие-то деньги, и вот настало время, когда они могут покупать. Естественно, это приводит к тому, что количество квадратных метров увеличивается, то есть девелоперы застраивают новые и новые квадратные метры, а у людей нет покупательской способности смести все. И вообще на самом деле реклама, это очень часто, любая форма маркетинга рекламы часто идет от боли. Ну то есть смотрите, на место девелопера. Девелопер потратил деньги, получил длинные банковские деньги, и после этого настроил квадратных метров, которые нужно сбывать каким-то образом. Если он понимает, что их нужно сбывать, потому что иначе они будут точкой убытка для него, он начинает делать патагонную систему, гонка вооружений, больше денег в Яндекс, больше денег в Гугл, больше денег в рекламу и так далее, и так далее. То есть это логично, то есть это стратегия, как любым путем получить клиента. Но опять же, с моей точки зрения, это не лишенные здравого смысла вещи, безусловно, надо продвигаться через SEO-оптимизацию, через Яндекс.Директ и другие альтернативные источники, но в то же самое время, конечно же, девелоперы напрочь забывают, что есть целевая аудитория, те, кому я раньше уже продал. То, о чем вы уже говорили. Если переходить к нашему башкирскому застройщику, для вас вы много ездите по стране. Чем отличается наш рынок недвижимости башкирский от остальных? Что вы для себя отметили? Ну вот сказать, что я настолько чувствую в нюансах, я бы не решился. С моей точки зрения, есть регионы, которые очень сильно отличаются от любых других регионов. Это регионы, где люди покупают недвижимость, условно, Сочи, приезжает Дальний Восток, или Москва со всей стороны страны, то есть где очень много невнутреннего клиента. Насколько я понимаю, Башкортостан – это в основном внутренний клиент. То есть люди из Уфы покупают недвижимость в Уфе, или люди из Территамака, условно, из Шумбая покупают в Уфе. И в этом смысле это очень типичный рынок, где есть, как правило, 2-3-4 крупных игрока, и есть достаточно большое количество маленьких игроков. То есть рынок консолидирован, рынок устоявшийся, рынок имеет острую боль под названием «где же найти клиента?». И это типичная ситуация по всей стране. Переход на проектное финансирование. Многие эксперты говорят, что небольшие компании уйдут с рынка, и большинство уйдет, останутся только крупные игроки. Для вас, как для экспертов в разных областях, вот это изменение законодательства, оно будет больше плюсом или минусом? Знаете, отвечу очень странно. Когда у одного моего знакомого китайца спросили, как вы оцениваете последствия Великой Французской революции, он сказал, рано еще делать выводы. Рано еще делать выводы. Вот здесь то же самое, рано еще делать выводы. То есть понятно абсолютно, что 214-й закон о долевом строительстве, он скорее себя исчерпал. Есть большая-большая попытка делать так, чтобы у девелоперов были свободные аккумулированные деньги, которые они держат в виде подушки, для того, чтобы обезопасить энд-юзера, конечного потребителя от того, чтобы он не стал обманутым дольщиком. Мне кажется разумным, мне кажется очень разумным, так давно делает Казахстан, кстати, мы только начинаем, когда мы вводим между покупателем и между девелопером банк, ну еще и страховую компанию. И схема происходит таким образом, что покупатель не напрямую отдает деньги девелоперу и застройщику, а просто кладет это все в банк, под определенный банковский процент застрахованной страховой компании, и до тех пор, пока девелопер не передаст ему ключи, энд-юзер, то есть покупатель, ничем не рискует, поскольку банк имеет большие гарантии, чем девелопер. Вот эта вот схема, которая обезопасивает человека, она очень выгодна для потребителя, но как она отразится на девелоперах, ответ не знаю. Вот если произойдет монополизация рынка, вы как это оцениваете? Если есть там 2000 застройщиков, останутся, грубо говоря, 200, вот по оценке экспертов. Для застройщиков маленьких это плохо. В целом для понятности и простроенности рынка это хорошо. Это, знаете, это же палка о двух концах. Вот смотрите, немножко залп с другого борта. Вот есть сети, большие торговые сети, товаропроводящие сети, не будем говорить их названия. Есть вечный стон по поводу того, что большие сети, они отнимают рынок у маленького индивидуального предпринимателя, который может открыть магазинчик и торговать там продуктами питания. И вот что хорошо, чтобы были большие бройлерные сети с хорошей логистикой и с низкими ценами, или чтобы были маленькие бутиковые магазинчики, чтобы человек мог кормить семью. Смотря для кого. Для сетей лучше, чтобы были сети. Для магазинчиков лучше, чтобы были магазинчики. С моей точки зрения, поскольку философия моей бизнес-школы это клиентоцентричность, то для покупателя я считаю, что так будет лучше. То есть для человека, который покупает недвижимость, так будет лучше. Если перешли опять же к покупкам и продажам, несколько советов для наших региональных девелоперов, как нарастить свои продажи, как не просесть. В непростых условиях мы все понимаем, что нужно создавать не просто жилье, а территорию комфорта, что сейчас у людей спрос не просто на какие-то квартиры, лишь бы взять жилье. Они покупают именно комфортную территорию и могут где-то подкопить уже денег и выбрать того или иного застройщика. Несколько советов для тех, кто хочет продать жилье. Да, называется агрегационное мышление. Когда мы путешествуем в Гонконг, мы понимаем, что это не просто квадратные метры, а это пространство, где есть магазины, где есть гостиницы и так далее. И рынок действительно очень сильно дрейфует в сторону от, условно, ПГТ-44 до территории, где человек, например, может воспринимать пространство своего жилья как выносной холл. Представьте себе ситуацию. У тебя есть небольшая квартира, но в конгломерации, в которой ты живешь, рядышком на первом этаже есть ресторанчик, есть тот, кто тебе постирает одежду, есть тот, кто уберет твою комнату. Спортзал в конце концов. И, конечно, современный человек, он уже поездил, он уже понавидел всего этого. Но, опять же, будем реалистичны. Все равно по-прежнему низкая цена, она играет колоссальную роль, и многие люди просто готовы просто улучшить свои жилищные условия или просто получить жилье. Для того, чтобы продавать недвижимость, с моей точки зрения, самое главное, что может сделать девелопер, это быть клиентоцентричным. Что это означает? Вообще, иногда простота является основой. Самый лучший способ узнать, что хочет клиент, это просто у него спросить. Просто у него спросить. И вот, будь я девелопером, хотя эта фраза очень странно звучит, я бы просто каждого посетителя, который вваливается в мою воронку продаж, я бы дарил ему подарок за возможность с ним поговорить. Ну, то есть не продавать навязчиво свои УТП и свои выгоды, а спрашивать, что для тебя важно, с кем ты нас сравниваешь, как ты выбираешь. А вот, например, если бы эта квартира стоила не 4 миллиона, а 4,5 миллиона, мы тебе дали бы трехлетнюю рассрочку. То есть вот иными словами надо понять, что является для клиента идеальной покупкой. Смотрите, невероятно важная мысль. Есть такое понятие, как прямая конкуренция. То есть один девелопер конкурирует с другим девелопером. Или одна марка мороженое конкурирует с другим марком мороженое. Есть косвенная конкуренция. Например, человек, который покупает недвижимость, он может купить сейчас недвижимость в ипотеку, он может копить, копить деньги на банковском вкладе, а потом сделать вход в квартиру. Он может купить квартиру своей мечты в этом районе. Он может вообще не покупать и принять стратегическое решение вложить эти деньги в бизнес. Понимаете, какая интересная вещь? То есть получается, что не только девелопер с девелопером конкурирует, или девелопер со вторичным рынком жилья, но девелопер и вторичный рынок жилья с кучей других оппортированных и возможностей, которые есть у человека. И для того, чтобы мы понимали, как он мыслит, первое, что мы должны думать как девелоперы, что человек конкурирует со своим лучшим опытом или человек конкурирует с разницей между его мечтой и тем, как есть на самом деле. Вот смотрите, например, Кирилл, вот у вас наверняка есть какой-то ресторан, который вы можете сказать, что это ваш любимый ресторан, и все остальные конкурируют с ним в каком-то смысле. Немножко даже странный пример вам приведу. Женщина, которая уже имела отношение с человеком, которого она называет любимый мужчина, то она хочет того или не хочет сравнивать других мужчин с этим по разным каким-то своим абсциссам, ординатам. Так вот, у человека всегда есть стандарт идеального качества, стандарт идеального обслуживания. Возможно, он его уже видел или, возможно, он есть его в грезах. Поэтому вот этот вот НПС, формирующий опрос, глубинные интервью и в конечном итоге клиентоцентричность, когда мы понимаем, как думает клиент, как чувствует клиент, с чем он нас сравнивает, как он рассуждает, в каком случае он принял бы решение в нашу пользу, в каком случае в сторону конкурента, создаст нам идеальное понимание того, что американцы называют customer journey, клиентский путь. То есть переход от того, что мы начинаем агрессивно навязывать человеку наш продукт, к тому, чтобы понять, как он мыслит и как он чувствует, и встроиться в его алгоритмы. Вот как встроиться? Это что? Это социальные сети, это опросы, это по квартирам ходить, не хотите ли вы купить квартиру, вы у нас купили? Это только с теми клиентами, которые ввалились в твою воронку продаж. Ну, то есть, например, который уже готовый, который человек уже позвонил после рекламы, он пришел в твой офис продаж, ты ему сделал презентацию объекта, и ты заплатил ему подарок или деньги за интервью, и начинаешь его интервьюировать, чтобы он честно тебе рассказал. Если говорить маркетинговым языком, то эти две вещи называются так, КФВ, или ключевые факторы выбора, то есть мы должны понять его ключевые факторы выбора, и мы должны понять его паттерны принятия решения, то есть как он мыслит и чувствует, например, да? Ведь интересно застройщику понять, а когда у него впервые родилась мысль о том, чтобы изменить свою жилплощадь? Что он сделал в этом случае? Советуется ли он с женой только? Или он советуется с женой и тещей? Или он рассказывает об этом коллеге на работе и спрашивает его мнение? Если советуется с тещей, значит, нужно предусмотреть квартиру с отдельной комнатой для тещи, правильно? Ну, как минимум мы должны понимать, как он шаг за шагом мыслит и чувствует, чтобы быть на всех точках его принятия решения. Понимаете? Ну, одному нужна просто дешевая жилплощадь, другой хочет и спортзал, и об этом речь. Другой хочет и спортзал, а другой хочет еще, кроме спортзала, чтобы его обслужили, а еще он хочет, чтобы это был спортзал, который обычно стоит вот столько, но он получается спортзалом, но за те же самые деньги, а еще он хочет рассрочку платежа, а еще он хочет бесплатное машиноместо, понимаете, какая интересная вещь? А еще он хочет, ну, и так далее, у него может быть много хотелок, и мы должны реально понять, как же он на самом деле думает, для того, чтобы принимать решения. Если этого не будет, мы будем предполагать. Я не за маркетинг предположений, я за маркетинг точного знания. Да, Александр, большое спасибо вам за беседу, зрителям, напомню, сегодня мы беседовали с Александром Белгороковым, бизнес-тренером, основателем бизнес-школы Белгороков. Скул, большое спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова